добрый вечер всем кто нас слушает вам и действительно проводим сегодняшнее занятие не то чтобы совсем экстренной обстановке потому что на по большому счету весь последний год продолжается экстренная обстановка вот сейчас все это раскалилась еще сильнее вот хочется надеяться на то что это разрешится для израиля наилучшим образом и что враги наши будут повержены если мы конечно еще сможем понять психологию наших врагов и в этой связи я хотел бы упомянуть такого журналиста израильского которого легко найти если погуглить и всюду его подкасты интервью с ним такой цвейхи скеле он чего приезжал как раз на в наш город маляду ним выступал здесь это было довольно такое впечатляющее выступление где он пытался на пальцах объяснить чем состоит психология джиада и как бы в чем состояла кардинальная ошибка израиля на протяжении многих лет и как ее правильно исправлять вот это тема для большого отдельного обсуждения хочется просто надеяться на то что постепенно происходит какое-то отрезвление обществе но с другой стороны опять же понятно что реальную победу можем реальную победу можем добиться если произойдет какое-то все-таки объединение объединение не обозначает конец всем спором спор могут вестись и дальше они будут вестись но все-таки то что происходило в израиле особенно в последний год полтора это то что и послужил такой плодородной почвой для наших врагов чтобы нас атаковать и хотелось бы опять же надеяться что придет осознание того что мы должны быть вместе в этой связи как раз есть чему поучиться у наших врагов поскольку об этом как раз свихи скелли рассказывал вчера люди иногда удивляются как это так из балла может защищать хамас и договориться с ним ведь это шиитская организация хамас то суниты вечные враги еще буквально чуть ли не с основания ислама ответ очень простой рассказал известная известную пословицу которая ходит среди арабов мусульман очень простая да я я с моим братом против нашего дяди я с моим дядей против нашего соседа и ясно с нашим соседом против чужака вот как бы вся суть поскольку мы чужак то они все объединяются против нас и в этой и в этой связи особенно важно чтобы мы мы научились преодолевать наши внутренние расхождения и не доводить дело до раскола до напрасной ненависти которая на протяжении истории несколько раз давала себя знать очень и очень и приводила к трагическим последствиям я думаю что будет уместно в конце нашего занятия прочитать солом и сделаем а сейчас мы все-таки вернемся к нашей теме но заранее я скажу что следующее занятие которое будет с божьей помощью не будет никаких форс-мажорных изменений произойдет буквально неделю когда начинается роша шана мы отойдем от нашей темы как я уже и говорил проведем занятия на другую тему которая будет связана с одной главой ноги пророка хискеля это пророчество или ведение о сухих костях вот мы поговорим об этом следующий раз и это может быть как бы даст какое-то понимание сегодняшней ситуации и надежды на лучшее ну хорошо мы возвращаемся сейчас четвертой маковинской книги и суть того о чем мы говорили в прошлый раз заключалась в главном тезисе автора пикниги что благодаря разуму человек может преодолеть все свои слабости а под слабостями он понимает прежде всего готовность человека поддаться страстям каким какого бы то какого бы вида эти какой бы характер эти страсти не носили разум должен быть верховным владыкой должен управлять всем и мы прочли несколько примеров из библейских текстов которые привел наш автор он говорил о нем сефе он говорил о муше а также сделал несколько дал несколько таких вот объяснений касающихся законов торы именно в этом философском стоическом духе и вот мы дошли здесь до одного может быть самого любопытного примера пока что мы находимся в введении книгу до сути дела автор пока не дошел вот мы сейчас увидим этот пример для того чтобы понять этот пример для этого нужно прочесть сначала ну прежде всего до самого примера я сейчас открою файл и и тут есть буквально несколько вводных слов перед этим примером на самом деле эти вводные слова повторяют то что уже говорилось и поэтому по мнению некоторых комментаторов тут произошло что-то в процессе передачи текста из-за чего повторился один и тот же кусок кусок тот собственно начинается в последнем стихе в последнем стихе главы 2 как же скажет кто-либо разум не совладе дает забывчивостью и неведением если он может сдерживать страсти и на это следует ответ который мы уже собственно говоря читали видели так не вполне смешно такое слово ибо разум я меняю слова рассудительность на разум потому что это все-таки логизмус это в первую очередь разум ибо рассудительность сдерживает не свои страсти а телесные мы говорили о том что за забывчивость неведение это некие внутренние свойства разума над которыми он не власти на у вас и над страстями которые находятся вне его так никто из вас не может отсечь похоти но не быть рабами похоти помогает разум разум помогает преодолеть преодолеть похоть или лечение на никто не может отсечь гнева от души нашей но умереть гнев можно это собственно говоря есть задача разума никто из вас не может отсечь злоднравия но разум способен может пособить вам не обуреваться этим то есть разум может контролировать все что связано со страстями не являющимися имманентные имманентным свойством самого разума его разум не искоренитель страстей а противоборец и тут надо снова я напомню вам отметить что в этом состоит некоторая внутренняя полемика автора четвертой маковейской книги с философией стоиков и кинников которые как раз говорили об искоренении страстей об умерщвлении страстей в этом смысле они послужили некоторой философской базой для христианской теологии на эту тему добиться полной полного искоренения страстей это и есть цель это супер задача довести до человека до полной отарки то есть такое полное душевное равновесие наш автор таков сказать не может потому что он находится как раз на перепуте между торой и греческой философией и все что вложено в человек его на мы об этом читали в конце прошлого занятия все что вложено в человека вложено в него богом поэтому это не надо уничтожать это лишь надо уметь ввести в берега а я напомню еще раз то что говорят мудрецы в трактате а вот это тоже в каком-то смысле некоторая рефлексия по поводу философии стоиков и кинников кто по-настоящему сильный человек тот кто преодолевает который может как бы подчинить себе свои страсти и вот здесь мы доходим на них его пример который связан с жаждой царя давида здесь я выйду из этого файла и войду в другой специально подготовленный потому что нужно прежде всего прочитать текст библейский на эту тему чтобы понять о чем вообще идет речь значит перед вами файл который начинается с рассказа из книги на шмуэля это вторая часть книги шмуэля 23 глава это та глава и это серия глав которые принято называть аппендиксом книги шмуэля поскольку это уже эти главы не является естественным продолжением сюжета книги шмуэля который по сути дела заканчивается в двадцатой на главе а это некоторые тексты которые дополняют до дополнение такие книги шмуэля поэтические тексты списки небольшие рассказики анекдоты так вот в одном из них рассказывается такая вещь давид находился в укреплении крепости а отряд филистимлян стоял в бейтлехин на то есть в родном городе давида и речь идет о войне которую давид ведет с филистимлянами и ему захотелось пить вполне естественное желание ему захотелось пить воды а воды не было и тогда он спрашивает у своей гвардии кто напоит меня водой из колодца бейтлехинского что у ворот города и пробились трое храбрецов сквозь стан филистимлянский и зачерпнули воды из колодца бейтлехинского что у ворот и понесли принесли давиду и но он не захотел пить эту воду а возлил ее господь то есть совершил ритуал ритуал ритуальное возлияние несух называется на языке хазаль в будущем несу хамайн и сказал сохрани меня господь халиланы нашим чтобы я сделал это не кровь ли это людей рисковавших жизнью с вами почему он собственно говоря не хочет пить эту воду он же только что хотел потому что он вдруг понял что он по сути дела послал людей на смерть ради того чтобы удовлетворить свое желание и это его наполнило неким раскаянием и по крайней мере он понял что он не может этим воспользоваться не захотел пить ее снова это повторяется в рассказе вот что сделали эти трое храбрецов вот и весь собственно рассказ нельзя сказать что он какой-то сверх сложный в смысле своего содержания что он содержит какие-то глубочайшие идеи их можно конечно поискать как в любом тексте нанаха но так в принципе он выглядит как вполне ясно и простой мы сейчас увидим что сделали с этим рассказом два автора один автор это автор 4 маковейской книги а другой это талмуд мы увидим что что на эту тему написано в талмуд а сказано следующий буквально 4 маковейской книги ибо разум точно закончили не искоренитель страсте противоборец это весьма ясно оправдывается жалду царя давид ибо когда давид во весь день сражаясь с сыноплеменниками многих из них убил с помощью воинов народа своего когда по наступлении вечера потные весьма утомленный вошел в царскую палатку вокруг которой расположилась станом все воинство полководцев мы видим что одна из вещей которые делает с библейским текстом наш автор он наполняет его разного рода деталями разного рода деталями которые на самом деле понятно откуда возникают они возникают из греческой литературной традиции и конкретные эти детали но само стремление как можно более подробно описать то что происходит в свое время можете на протяжении нашего курса такого известного автора еврейского из германии времен второй мировой войны и далее такой эрик ауэрбах который написал книгу под названием мемесис подражание где он обсуждает о том как собственно возникла западноевропейская литература и первая глава там посвящена сравнению двух так сказать источников этой литературы библейского и греческого он сравнивал рассказ историй о жертвоприношении цхака с кусочком из одиссеи гомера о том как кормилица одиссея узнала его когда он вернулся домой да по шраму и вот он раз говорит о том что греческий текст очень визуален он стремится гомер стремится к тому чтобы до мельчайших деталей описать все что открывается перед нашими глазами в отличие от этого библейский текст полон всевозможных лакун он вбывает к восполнению отсюда как бы это одна из причин почему появляется такая вещь как медраж вот и здесь мы видим то же самое наш автор ему явно не достает детали и он ими наполняет наполняет библейский текст в том числе говорит что все так все ужины на все 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 ужинали а царь как весьма жаждущий хотя и были текущие источники не хотел утолять ими жажды а тут говорится что у него было много источников возникает вопрос собственно говоря почему откуда это берется что у него было много разных источников из-за из-за текста это совершенно не следует текст библейский говорит о том что они находились недалеко от бейтлехема и туда собственный послал давид своих воинов вызвавшихся принести ему воду и понятно почему бейтлехем опять же потому что это родной город давида как бы автор здесь создает некоторую ситуацию исходную которую можно назвать ситуация абсурда иррациональные ситуации если у тебя есть источники чего ты хочешь чтобы шли туда возможно именно в бейтлехем возможно поэтому он и убрал как раз из библейского текста ту деталь что речь идет именно бейтлехем здесь этого нет потому что бейтлехем объясняет отчасти желание давида получить воду оттуда а он как бы хочет создать картину при которой желание давида абсолютно иррационально и абсурдно как он говорит а некое неразумное желание той воды что у врагов усиливая сжигала его и ослабевая поджигал и да то есть ну как бы с одной стороны это приводит какому-то супер напряжению а с другой стороны а с другой стороны он теряет теряет власть над собой с одной стороны сжигает с другой стороны как бы он она его расслабляет посему когда щитоносцы жалели о таком пожелании царя два молодые воина силачи уважив сие пожелания царя вооружили всеми оружиями взяв сосуд перешли окопы неприятелей значит почему он меняет двух на трех на это трех на двух на этот вопрос у меня ответа нет да значит непонятно да у нас нет свидетельств текста где бы их было двое не трое почему то вот произошло такое здесь изменение мы видим что есть окружение царя люди которые считают что это желание совершенно не обоснованно но два влады горячих война которые преданы царю решились тем не менее отправиться как тут сказано взяв сосуд перешли окопы неприятелей да и здесь он тоже добавляет деталь который нет первоисточники и смело нашедшие о этот колодец почерпнули из него питье царю он же хотя изгорал от жажды рассудил что весьма опасно для души это питье признанное равносильным крови вот теперь заметьте потому что здесь он как бы доходит до некоторой центральной точки почему давид оказывается пить воду потому что это питье опасно для души то есть она портить человека она портит но как бы давид понимает теперь что это желание было в общем не не угодно и неправильно и он как бы позволил страстям овладеть своей душой она равносильно пролитию крови то есть и в еврейском тексте говорится что я не могу не могу пить воду потому что то что я сделал это практически я привел тому что мои люди пролили кровь свою а погибли но здесь это как бы дополнительный такой акцент что это нарушение закона закон торы как мы уже и обсуждали в глазах автора четвертом и ковейской книги призван усовершенствовать душу нарушение этого закона приводит к порче души и в данном случае то что совершает давид это практически убийство и поэтому этого допустить ни в коем случае нельзя посему противопоставив этому желанию разум он совершил этим он совершил вылил это питье как жертву бога совершил возлияние ибо силен как я сказал трезвый рад побеждая он может победить страсти победить принуждение страстей погасить пламя стремлений преодолеть телесные страдания телесные муки самые неодолимые самые тяжкие благочестивая рассудительностью или благочестивостью разума отринуть все нападения страстей в чем-то это похоже на опять же на то как мудрецы толмуда описывают поведение поведение ецера да ецер это как некая персона который и ищет как бы привести к падению человека да он нападает поджидай из митраж который использует для этого известную известный стихи из третьей главы книги берешит из истории из четвертой главы книги берешит из истории кайна и эвеля лапетах лапетах хата трувец а у входа лежит не очень понятно что лежит но он понимает это как устремление греху да вот устремление греху говорят нудрецы но как бы грех подстерегает ецер подстерегает человека с тем чтобы его уловить вот так и здесь при этом можно заметить это очень трудно заметить в библейском рассказе здесь можно заметить вещь о которой автор не говорит но вполне возможно намекает что то что делает здесь давиды это ровно противоположно тому что он свое время сделал в истории с большевы вирсавии и ее мужем урии где он пошел на поводу своих страстей и совершил прелюбодеяния взял чужую жену а потом послал на смерть ее мужа с тем чтобы покрыть свой грех и привел к убийству этого человека вызвав гнев божий на него самого и очень тяжелое наказание и поэтому как бы наш автор не говорит здесь какова хронология этих событий что что чему предшествовало но возможно он намекая на историю давида с большим хочет сказать что здесь давид как бы преодолел самого себя и тем самым как бы не то чтобы искупил свой грех но по крайней мере достиг того необходимого совершенства которая которая была столь далеко от него в истории с большевой и урия да если подытожить таким образом этот пример а это как бы некоторое не совсем аллегорическое объяснение истории это не аллегория конечно но это как бы некоторое философское объяснение он по сути дело взял не своего рода такое маленькие рассказывали не анекдот который рассказывается в книге шумуеля превратил в программный текст которым проявляются лучшие стороны натуры давида а что такое лучшая сторона натура давида это разум который побеждает страсти так этот рассказ читает автор 4 макавейской книги любопытно как этот рассказ прочтен в роминистической литературе я привел этот текст здесь это текст из ваилонского талмуда трактат баба кама из сэдер на языке это самый первый трактат в этом этом сэдере в этой части талмуда и вот что вот что там говорится может там говорится цитируют цитируется наш стих на самом деле там большое длинное обсуждение как давид вел эту войну что он имел право делать что он не имел право делать по отношению к имуществу филистимлян в этом и сейчас обсуждать не будем но дальше говорится но давид не захотел пить эту воду сказал давид так я учил в суде шумуэля из рамы всякие кто умирает за слова торы от его имени не произносят глагические постановления казалось бы вы здесь если объяснение автора 4 макавейской книги отдаляется от пшата но все-таки достаточно понятно здесь возникает ощущение что мы вообще находимся чем-то совершенно неадекватным почти как в огороде бузина в киеве дядька причем тут всякий кто умирает за слова торы от его имени не произносят глагические постановления какие глагические постановления причем тут это вода которую давид не захотел пить но тут надо прежде всего иметь в виду следующее здесь мы действительно имеем дело с аллегории дело в том что как раввинистического мидраша таро подавляется воде у этого есть корни пророческой литературе не то что мтару подавляется воде но слово божье и шаяу действительно из тех которые как бы уподавляет в воде но в раввинистической традиции тора очень часто уподавляется воде которую надо пить и наслаждаться ею почему же давид не пьет эту воду здесь если это тора причем со ссылкой на некую традицию и традицию не какую-то традицию пророка шмуэля наш мой эль из рама это пророк шмуэль вы тщетно будете искать в танахе слова шмуэля о том что всякие кто умирает за слова тора от его имени произносят глагические постановления никаких таких слов конечно нет и вообще как бы это явный анахронизм какие глагические постановления в устах шмуэля никаких глагических постановлений не дает однако что же нам все-таки хочет сказать это этот текст почему с точки зрения этого текста давид не захотел пить воду потому что молодые люди эти его войны трое воинов которые отправились доставать ему воду для него они фактически готовы были умереть они рисковали сами сами собой и давид здесь не пьет эту воду на самом деле не потому что он раскаялся в том что он заставил их рисковать с собой а потому что он понял что то что они принесли на самом деле не угодно богу потому что не надо умирать за слова тора поскольку вода в рамках этой аллегории то тора они принесли они были готовы умереть за воду за слова торы а это богу не нужно поэтому от его имя от его имени произносят глагические постановления и здесь намек на то что эти трое воинов в рассказе не названы по имени просто шло шаги бури это довольно странное утверждение первый по крайней мере взгляд простки знаем что за слова торы есть большой это целый этос который приветствует то что мы называем киду шашем в разных местах в раввинистической литературе в том числе в авилонском колбуде опоминается то требование согласно которому человек должен быть готов умереть но не нарушить там не говорится слова торы но говорится три базисных запрета это служение другим богам это убийство не видны другого человека невинного и это так сказать в общей форме можно сказать сексуальные нарушение сексуальных запрет впрочем там в ванском талмуде в трактате санхедрин там есть длинное обсуждение которое говорит это только в том случае если речь идет о приватном принуждении тогда человек должен быть готов к именно эти три заповеди не нарушить а быть готов к смерти а если не приватно а публично делать тогда он должен быть готов принять смерть за любой закон торы а также если это происходит в тот период когда есть то что называется шат ашмад то есть гонение на еврейскую веру с намеком по всей видимости на то что происходило во время и после восстания ботков так что представление и это называется кедуша шем освещение божьего имени так что представление о том что во имя тор человек должен быть готовым принять смерть она краски существует с другой стороны мы знаем что не все мудрецы приветствовали вот такое такой радикализм некоторые говорили что вообще говоря правильно принять римскую власть и не пытаться ей противостоять споры на эту тему появляется в разных талантических текстах и есть те кто готовы умереть такие как рай его такие как рабе ханина бен тардион а есть такие которые не готовы и которые считают что это неправильно раме оси бен кисма например а которые говорят что не следует перед против рожна нужно стараться сохранить то что есть и совершенно не искать смерти так вот видимо этот наш текст в проктате ваакама отражает как раз такую традицию а только она здесь произносится очень категоричной форме потому что скажем спор между рабе и оси бен кисмой и рабе ханина бен тардионом трактате а вода зара он как бы паритетный спор не один и оси бен кисма говорит послушай я тебе говорю вы от имени разума как раз от имени раз логика и в рейта а ты мне говоришь какие-то несуразности не нашего мира хэму с небес по память значит полагаешься на какую-то помощь свыше в такой ситуации а там это как бы паритетный спор а здесь такая вот категоричная формулировка как раз вокруг вот нашего рассказа и известном смысле то что говорит здесь талмуд но является полной противоположностью идеи автора четвертой маковинской книги потому что он так как раз считает что за слова торы надо быть готовым умереть он понимал он совершенно иначе объясняет историю с давидом вовсе не считает что там речь идет и душа шему смерти за слова тору он так ты не понимал не воспринимает этот рассказ просто видит ним как бы что называется пример или вот такое как бы есть не объяснение тому как разум побеждает страсть и это то что сделал вот но дальше он будет как раз говорить о том как правильно благодаря разум вести себя в ситуации пороговой ситуации когда человек оказывается перед опасностью потерять жизнь или придать свои убеждения он убежит считает что если что и и способна человека удержать вот предательство своих убеждений в этой ситуации то это именно разум именно разум я сейчас закрою этот файл и перед тем как мы продолжим если у вас сейчас возникли какие-то вопросы изображения касательно сюжета нами прочтенного то их можно сейчас озвучить перед тем как мы перейдем ко второй части занятия пока вопросов не возникло замечаний соображений тогда мы если возникнет прервите меня я возвращаюсь к исходному нашему файлу который мы закончили собственно говоря чтение для введения книги а он представил тезис привел соответствующие примеры и теперь теперь он начинает основную часть своего тракта говорит время призывает нас доказать это умозрение а это этот тезис это рассказать о целомудренном то есть добродетельным разуме добродетельным разуме и соответственно отсюда он переходит к тому времени которое вы для него является главный пример то есть времени антиохова гони и здесь мы сейчас уже столкнемся с тем насколько нашему автору на самом деле безразлична реальная история он говорит так когда отцы наши имели глубокий мир по причине благочестия и действовали хорошо так что азиатский царь селевк никонор на самом деле не селевк и никонор а селевк никонор не только уделил им средства на священнослужение но и признал их гражданское общежительство да кого так правильнее перевести это и это на самом деле тоже термин термин который отражает скорее реальность греческого полис принадлежность гражданство законы которые являются гражданскими законами однако для автора четвертой макалейской книги на самом деле нет большого различия между этими законами и божественным законом торы потому что с его точки зрения евреи живут по и гражданское закону вложения она и есть собственно закон тор то что через много-много веков скажет совсем другом месте такой еврейский философ как муше моисей мендельсон своей книги и русалим теперь когда я сказал что наш автор не очень сильно считается с реальной историей то я имел ввиду буквально следующее значит что это за царь такой селевк никонор это какая-то совершенно странная и ни с чем не сообразная фигура а такого на самом деле царя среди селевкидов не было значит что касается селевков то их было несколько среди этой династии начиная с основателя династии селевка первого некатора кроме того был еще еще один царь еще один царь которого тоже называли некатор но это был деметрий второй значит что здесь делает наш автор он мало того что путает царей но он к тому же путает имя на некатора и никонора никонор и это мы знаем как из первой так и из 2 маковейской книги это один из полководцев времен антиоха эпифана которого на котором одержал победу иуда маковей и чью голову он повесил как мы помним на городской иерусалимской стене а что касается селевка то судя по всему судя по всему под селевкам здесь может подразумеваться сын антиоха третьего селевк 4 филопата предшественник антиоха эпифана никакая другая фигура здесь как бы не проходит как мы видим автор беззастенчиво их путает соединяет разные имена действительно и отец селевка филопатора антиох 3 и сам селевк они как бы мы знаем это из источников действительно признали права евреев на гражданскую религиозную автономию на собственно антиох третий это был тот кто завоевал день отвоевал ее от талимина куб талиме его сын селевк продолжил ту же политику пока на горизонте не появился антиоха эпифана который был братом младшим братом селевка тогда пишет продолжает наш автор некоторые люди которые которые вводили общеизы и общеизыческие обряды на самом деле здесь не очень понятно то что здесь сказано в этом переводе я прочту более ясный перевод которыми я располагаю тогда кое-кто злоумышляя против общего согласия извлек выгоду из всевозможных несчастья вот что он собственно говоря имеет здесь ввиду и о чем нам собственно рассказывается мы прочтем это достаточно быстро и поскольку сюжет который здесь изложен в главе 4 это сюжет известный нам из 2 маковейской книги и 2 маковейской книги из главы третий и далее там действительно рассказывается история что произошло как раз конце правления селевка нет то симон симон соперничал с они они это перво освещение хония 3 он согласно согласно 2 маковейской книги он был симон из из череды белки они соперничали за священство и так он соперничал с они мужем хорошими добрыми который некогда имел пожизненное первосвященство здесь он имеет в виду естественно то что после захвата ясоном у они первосвященство первосвященство перестало быть пожизненным она фактически стала назначаемой должностью то есть греческий царь селевкицкий назначал на должность на тот срок который ему был удобен и когда после всевозможных наветов на народ иудейский не мог сделать зла то удалился как перебежчик чтобы предать отечество во 2 маковейской книги сказано что он поссорился с он и и пошел к аполлонию и старца который был в это время правителем телесири и финики и донес ему что иерусалимская сокровищница полна неслыханных богатств интересно что здесь написано и пришедший на самом деле опять же здесь перевод неправильный неправильный пришедшие к полонию него полонию который был стратегом сирии финики и килики и говорил так и здесь следует обратить внимание что на самом деле правильно говорить или сирии финики а килики здесь совершенно не уместно потому что килики лишь в римское время была присоединена к той территории которую которую называлась которая называлась действительно кили сирия и финики то есть это помимо прочего знак того когда была написана книга то есть она была написана явно в римское время и вот он говорит я ради о делах царя пришел поведать что многие десятки тысяч частных денег сложены в казнохранилищах иерусалимских и что они не составляют собственности храма а принадлежат царю десятки тысяч денег это как бы добавка автора четвертой маяковейской книги во второй этого не говорится узнав это подробно аполлоний похвалил симона за такую хозяйственную используя царя отправившись к селевку уведомил его об этом сокровище денежно и получив приказание распорядиться им поспешно отправился в отечество наше с проклятым симоновым с многочисленным войском здесь автор снова отходит от истории как она рассказана во втором иковейской книги у нас есть все основания полагать что что право автор втором иковейской книги просто автор 4 перескакивает через детали согласно втором иковейской книги аполлоний не сам туда отправился а послал некоего гелиодора которым мы читали рассказывали и он таки был послан в иерусалим и получив приказание распорядиться им поспешно отправился в отечество наше с проклятым симоном и с многочисленным войском и прибыв туда говорил что он пришел по приказаниям царя дабы взять из казнахранилища частные деньги народа печалится при этом предложении противоречило привет препятствовал полагая что совершится величайшее зло если те которые вклады свои верили священной сокровищницы будут лишены их надо отметить что значит эта история более-менее также рассказывается во втором иковейской книге только там гелиодор разговаривается с они первосвященники вот и там как бы гораздо более подробно описан конфликт между гелиодором и народом там очень подробно описание страданий муки боли плача мы это все читали всенародное моление через все это перескативает наш автор не потому что он не хочет это описывать как мы видели он там где нужно вставляет недостающие детали потому что не это его цель он хочет скорее дойти до главы это как бы такое такая преамбула к основному сюжету но аполлоний с угрозой вошел в святилище опять же гелиодор на самом деле когда же жрецы с жены и дети в святилище умоляли бога защитить попираемое священное место и когда аполлоний с вооруженными войнами уже приступал к расхищению денег когда с неба явились на конях ангелы с блистающими оружиями и произвели в них великий страх и трепет это все по второй иковейской книге хотя надо сказать что в во втором иковейской книге там это несколько сложнее там сначала появляется некий всадник который ударяет гелиодора конь которого ударяет гелиодора копытами а потом еще появляется двое юнош и ангел которые бьют гелиодора опять же автор четвертом иковейской книги не заостряет внимание на этом аполлоний он же гелиодор полумертый упал на всенародный помост святилища распростер руки к небу и со слезами просил евреев чтобы они повалились о нем и умилостивили небесное воинство этого нет во втором иковейской книге там сам гелиодор потерял сознание и просят на самом деле о нем чтобы он помолиться за гелиодора и его приближенные этого гелиодора и но потом гелиодор приходит себя и приносит жертву господу и дает величайшие обеты чтобы здесь же он сразу же просит о милости при том говорил он что он как погрешивший достоин смерти а как помиловен помилованный прославит перед всеми людьми такие несколько странные выражения в этом переводе он воспоет пред людьми блаженство всего священного места когда тронувшись этими словами они о первосвящении и придумал опасаясь как бы не подумал царь селевк что аполлоний на самом деле гелиодор погиб по человеческому навету не по божескому суду помолился ним и он необычайно спасенный отправился возвестить царю случившиеся с ним значит все это опять же по по второй маховейской книги и далее и он необычайно спас и когда же скончался селевк царь власть его принял сынову антиох эпифан муж гордо и грозный опять автор наш ошибается как мы уже и сказали антиох эпифан вовсе не был сыном селевку но он был бы он был его младшим братом который находился в плену у римлян после того что их отец антиох был вынужден принять условия капитуляции от рима и просилевк его смог вернуть диоха выкупить и диох в результате наследовал престол и отблагодарил своего брата тем что убил его сына сказать что но во второй маховейской книги тоже не жалеют не жалеют пира чтобы всячески представить антиоха как и щаде ада но это не происходит с первого же предложения а там там сказано когда скончался селевк царство пришло к антиоху по прозванию эпифан здесь он сразу же определяет его как как человека заносчивого и грозного гордого и грозного обладающего заметьте чертами которые противоречат власти разума как раз человек обуреваемый страстями он отрешив у него первосвященство поставил с первосвященником брата его ясона что вполне совпадает с второй маковейской книги только там это рассказывается более подробно как ясон заплатил за это дело взятку при этом тут он говорится про деньги но деньги эти здесь 4 маковейской книги доходит до каких-то совершенно фантастических пределов во второй маковейской сказано что ясон обещал царю платить 360 талантов серебра и 80 талантов с некоторых других доходов здесь речь идет о ежегодной выплате какой-то фантастической суммы 3660 талантов значит сумма совершенно по тем временам не бывало но опять же наш автор вовсе не стремится к каким-то реаль реальным историческим деталям он же поручил ему не только первосвященство и управление народом а сей переобразил народ иудейский приучил его ко всякому беззаконию то есть ввел какие-то греческие обычаи так что не только построил гимназион у самой акры этой родины нашей но и прекратил попечение осветилище и здесь тоже автор обнаруживает незнакомство с топографии иерусалима поскольку мы знаем что этот этот гимназий который этот построенный ясоном был на самом деле построен под крепостью комментаторы сомневаются имеется ввиду акра или храмовая гора но в самом случае под крепостью они рядом с ней за это вознегодовала божеская правда и вооружила самого антиоха это вот тоже такой любопытный фонд который отсутствует во втором аквейской книге то что хазаль называют мидат один а вот это мидат один здесь появляется она называется здесь опять же как бы таким греческим термином божественная или божеская правда те дики значит ну в общем это действительно как бы дин мишпад да и говорится о том что как бы желание антиоха разграбить иерусалим и преследовать евреев это было наказанием евреям за отход от закона от от торы автор втором аквейской книги так прямо это не формулирует а здесь это так сформулировано ибо когда он в египте воевал с талимеем и услышал что иерусалим не весьма радовались по случай раздавшийся малуя смерти его поспешно пошел на них а это рассказывается и во второй макомейской книге значит 168 примерно год до новой эры это происходит и разорив их издал повеление умерщвлять тех которые между ними оказались бы живущими по отечественному закону но когда никоим образом не смог повелениями своими ослабить благочестие народа напротив увидел что и вовсе угрозы и приказания тщетны народа как бы здесь как раз подчеркивается что народ как бы есть некоторое противоречие самом 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 описание автор книги с одной стороны значит как бы божественная правда вознегодовала на то что как бы начинают распространяться языческие обычаи а с другой стороны он говорит о том что антиоха эпифан не смог своими повелениями осправить благочестие народа во второй макомейской книге это более ясно здесь нет потому что во второй макомейской книге делается четкое разделение между эллинистами и их противниками а здесь это как бы немножко затуманено и причина того станет если яснее дальше так что и женщины за обрезание детей были повешены вместе с младенцами предвидевшие что они потерпят это когда таким образом повеление его были презираемы народом тогда он мучениями при наш принуждал каждого из народа поодиночке отрекаться от иудейства по вкушении оскверненных снеги вот здесь мы наконец дошли до сути дело как мы увидим в центре нашего дискурса будет попытка заставить антиоха съесть запрещенную пищу которая пробуждает чувство голода и страсть к этой пищи до запретный плод сладок и как разум будет этому противостоять здесь мы поставим точку на ночь дочитав до конца четвертой главы закончить это вступление которое во втором макомейской книге занимает несколько глав здесь это всего-навсего одна небольшая глава и автор приходит к цен центральному сюжету противостоянию антиоха и мученика мученика и об этом собственно говоря речь и пойдет после того чтобы возвратимся к сюжету после рож машина если у вас вопросы замечания ли тем как мы будем подходить завершению нашего сегодняшнего рассказа народ вопросы потому что он поражен и думаю я как и сказал хотел бы конце нашего занятия по честь псалом и сейчас читаем его постоянно в годе вот я буду читать и сразу же переводить это 83 псалом который очень актуален для нас сегодня ширмизмор ли ассав литургическая песен принадлежащий ассав одному из левитов бог не молчи не безмолвствуй не будь спокоен ибо вот враги твои шумят и ненавистники твои подняли головы против народа твоего они злоумышляют и держат совет против драгоценных твоих говорят они пойдемте и уничтожим их среди народов и не будет вспоминаться имя израиля больше ибо все вместе они задумали это против тебя заключили союз против тебя это и против бога и против израиля практически агрим это на самом деле судя по всему как раз арабские племена гваль ва амон ва амалек плещет им ёшева и цор гваль это либо финикия либо как раз либо те кто населяли аравийскую пустыню амон амалек филистимляне и жители цор финики дам ашур не льва имама и узролевны но цела также и ассирийцы присоединились к ним и стали мышцы для сыновей лота видимо сыновья лота это здесь какое-нибудь общее генерное понятие всех окрестных народов для сравнения ашур может быть вполне сравнен здесь с сегодняшним ираном асэлаэмки медьянки сисрах и явин бенах и кишон сверши против них то что ты сделал с медьяном с сисрой с явином в потоке кишона это все аллюзии к рассказам из победы израиля книги судей они были уничтожены в некоем месте на севере в галилее эндор который не упоминается в этой в этом контексте они были они стали навозом земле сделай их вождей сделай с их вождями тоже что ты сделал ассурэвам и зээвам зэвахам и цальмуной всеми их кризлями это опять же имена вождей медьяна которые появляются в рассказе о победе гидона на медьяном в книге судей которые сказали мы унаследуем жилище бога господь сделай их как перекати поля как солома на ветру как огонь сжигает лес как пламя сжигает горы такой необычный немножко образ пламя сжигающие горы так гони их бурей своей и на самом деле синонимы сара и суфа бурей своей смяти испугай наполни их лица позором пусть ищут имени твоего господь и вошу они устыдятся и напугаются навеки и будут стыдиться и пропадут и они узнают что ты имя твое господь один высший всевышний над всей землей мне бы хотелось пожелать чтобы слова этого псалма которые звучат в высшей степени актуальны сегодня чтобы они исполнились в своей первой части они уже исполнились мы свидетели того что задумали наши враги против нас очень хочется надеяться и мы молимся о том чтобы и вторая часть этого псалма в полной мере исполнилась и с врагами нашими произошло то что здесь описано поэтому я завершу сегодня наш разговор до встречи следующий понедельник с божьей помощью и мы поговорим о пророчестве Хискеля о сухих костях перед англорожа шишина амэнт сэллак сэллак всем спасибо большое уважаю всем спасибо 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 я